Мы находимся на площади Советов. Уже совсем скоро здесь начнется парад, приуроченный к 78-летию годовщины Великой Победы. Колонны солдат со стороны прокуратуры ждали команды, а с другой стороны площади Советов в своей очереди ждала техника Победы. Танки Т-34 и ИС-2, а также установка залпового огня БМ-13, больше известная как «Катюша». Уважаемые товарищи, поздравляю вас с 78-й годовщиной Победы Великой Отечественной войны. И слава народу-победителю. С Днем Победы! Сегодня великий день, День Победы. День, когда мы вспоминаем подвиг наших предков. К сожалению, сегодня, как и много лет назад, наша страна борется с фашизмом и нацизмом. Но наша страна единая, а когда мы едины, мы непобедимы. Так что всех с праздником, дорогие земляки, всем всего самого хорошего. С Днем Победы! Право пройти первыми по площади Советов с флагом России и копией Знамени Победы получили солдаты 5-й гвардейской танковой бригады. Многие из них успели получить боевые награды в зоне СВО. За ними двинулись военнослужащие 36-й армии, сотрудники МЧС, кадеты и юнормейцы. Среди почетных гостей в этом году оказалась и столетняя участница боев на Халхинголе. В 15 лет Церенгин, Чимы Церен, а также еще 15 юных добровольцев отправились бороться с японской агрессией. 102-й отдельной бригады материально-технического обеспечения во главе с подполковником гостей. Коломну техники из 60 боевых машин вели легендарные Т-34, ИС-2 и «Катюша». За ними прошли современные БТРы, БРДМы, гаубицы и грозные комплексы «Искандер». Мы знаем, какой жестокой была война, сколько миллионов принимало участие из Бурятии, воевали практически на всех фронтах. Мы знаем, что по некоторым данным 27 миллионов погибло. Это наших военнослужащих, гражданского населения Советского Союза. Это очень большая цифра. И, конечно, они погибли для того, чтобы мы жили под мирным небом. У меня родители попали под оккупацию, когда были маленькими детьми. Отцу было 4 года, матери было 3 годика. Мать Белоруссия, отец Воронежа. Но деды воевали на Южном фронте, а дед по Матвенской линии на Белорусском фронте. А потом воевали уже здесь, на Дальнем Востоке. Мой дед – ветеран тыла, Бадмая Баженима Бадмаевич. И очень рад, что вот такие вот люди, вот с такими именами связаны для меня лично данное мероприятие. Конечно, я же думаю, что у каждой семьи, у каждого жителя нашего города, у Республики Барете, есть люди, кем они гордятся. Дорс Себеданов, Артур Звержевич, телекомпания АТВ.